Свято-Никольский собор в Епифане, построенный в середине XIX века, в свое время являлся жемчужиной Тульского края. Но за более чем 70 лет запустения он превратился в величественные развалины, поросшие растительностью. Вот таким увидела его группа энтузиастов, решивших в середине 90-х годов прошлого века взять на себя непосильную ношу его восстановления. Одного только мусора из стен храма было вывезено более десятка грузовых машин, но тем не менее в 2001 году здесь возобновились богослужения. Хотя до его полного восстановления было еще очень далеко. Для возрождения храма требовались колоссальные денежные средства. В рамках подготовки к празднованию 700-летия Сергия Родонежского Министерство культуры Российской Федерации выделило необходимые денежные средства на восстановление храма. И сегодня здесь появились рабочие. Кимовское духовенство во главе с благочинным церквей Кимовского округа протеереем Владимиром сегодня отслужило молебен по поводу этого поистине исторического события. Господи Иисусе Христе Божий наш, приими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело рабов Твоих, с тем предстоящих и молящихся, ежеблагополучно начати и без препятия всякого ко славе Твоей совершити. Делателем благо поспеши, и дело рук исправи, и в совершении, силою Пресвятаго Твоего Духа, спешно произвести сотвори. Твоего есть ежемилого Тей спасательный Божий наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и прислои во веки веков. Строителям за короткое время предстоит сделать поистине титаническую работу по восстановлению храма. Минкульт выделил 187 миллионов на реставрацию этого храма. Значит, в этом году до 1 сентября все работы должны быть закончены. Основные работы будут идти по трем объемам этого храма. Значит, теплый храм, галерея и холодный храм. Значит, перекрываем, ну, я глобальный скажу момент, значит, перекрываем все крыши, устанавливаем над теплым храмом уже проектную крышу, сейчас она консервационная. Значит, там будет главка с крестом позолоченным. На четырех фасадах холодного храма устанавливаем четыре креста позолоченных. Значит, все фасадные работы, все белокаменные карнизы, все вот эти каренские капители, вот эти четыре евангельских сюжета на событиях. В соборе все восстанавливаем, соответственно, цоколь, белокаменные паперти, все оконные дверные проемы, все полностью меняется, вся столярка. Значит, ну, естественно, выкраски и так далее. И внутри собора, значит, все лепные тяги, белокаменные полы все, вся штукатурка, ну, собственно, отделка. Вот, единственное, в холодном храме оставшиеся росписи мы попытаемся сейчас пока сохранить, потому что это уже как бы на следующий год будет Минкульт выделять деньги на восстановление росписи. Дай Бог, чтобы все намеченное обязательно было выполнено.